Возвращаемся в Москву. Мы на фирменном скоростном поезде Стриж. Сейчас покажем вагон СВМ, что он из себя представляет. Такие же вагоны ходят в Берлин. Как видим, вагон СВМ с данной фирмой 14-го года. В этом выпуске у него август 2014 года развивает до 200 км в час. Едем в вагоне Стриж СВМ. Такой вот маленький тесненький вагончик. Так, сиденье удобное. Ой, даже прям развернуться. Вот единственное, сразу бросается в глаза. Это жутко неудобный маленький столик. То есть тут даже не то, что второму человеку неудобно будет есть, даже одному как-то так вот мочком. Ладно, что у нас тут есть? Кондиционер уже дует. А, вот. Звук. Звук. Звук? Ну и ладно. А тут, значит, кондиционер шумит, работает. Вай-фай должен быть. По крайней мере, значок есть. Да, значок есть. Да, смотрим, как держу камеру. Информационное табло, это не телевизор. Есть сейф. Туалет. Чисто туалет раквина. А, душ, кстати. Есть душ. Да, туалет. Слои. Так, дай, посмотрю, что тут есть. А, что это тут. А, салфетки для унитаза. Что там туалетная бумага? Да. Унитаз туалетная бумага. Есть туалетная бумага. Бачок для мусора. И там, кстати, у нас тоже бачок. Шиколка. Сразу всякие гели, шампуни. Кстати, вроде не должно было у нас душа быть, потому что вот эти вагоны люкс, они делятся тоже на две категории. Есть повышенная комфортность, есть пониженная. Значит, тут повышенный вот именно душ присутствует и телевизор. О, а вот, да. Опять наборы гигиенические. Это, наверное, тапочки. Надо посмотреть, что тут подошло. Сейчас и глянем, что там. О, они прям запечатаны. Что нам расправить будем? Ну, посмотреть надо, показать. Так, там тапки и что-то еще. Значит, тапки, щетка, паста, мыло, расчетка. Так, ложка обузная и обувь протирать. А тапочки как? Ну, я думаю, там везде синие. Я думаю, там тоже синие, тут не стали заморачиваться. Ну, пока обратно положи, не мешалось. Так, а о! Упадет что-то. Так, с этим разобрались. А, вот это что? Там какой-то... А, столик, если ты сидит, его можно разложить, пить чай и кушать. Слушай, это тогда есть столик. Кому мало места этому столику. Можно вот столик взять здесь. Да, это тогда удобно. Так, здесь есть нижняя полка и верхняя полка. Потому что поезда ходят в Берлин, за границу. Люди должны отдыхать. Вот так вот они раскладываются. Вот, как видим, тут подушечка. Одеяло. Здесь вот регулировка свет. Здесь вот вызов ресторана. Здесь вот регулировка, скорее всего, громкости. Слушай, а не сюда ли столик ставится? Столько там нарисовано, что он ставится на коленке. Ну, не знаю, какая-то полочка. Это мы еще не изучили. Так, соответственно, здесь очень удобная. Да, есть ступенька, чтобы сниматься на второй этаж. Как раз такой ступеньки не хватало в огоне люкс. Стоп, минуточку. Во-первых, еще вопрос. Классно, не классно. Сейчас мы разложим нижнюю полку. И выясним, на самом ли деле классно. Нижнюю полку вы можете просто ехать сидя, а можете там же аккуратно разложить и спать. Так, теперь вот. Теперь эксперимент. Раскладывается скамеечка во второй этаж. То есть, кто спит на нижней полке, самое главное ночью, если ты заходишь в туалет, не загреметь с этой. Потому что убирать же ты ее не будешь. Да. В ней можно, в принципе, если человек тренирован, он может соскочить и без этой ступеньки. Ну, по крайней мере, это лучше, чем стоит лестница и стучит всю ночь. По крайней мере, не будут учатся. Да. Наверное. Так. Ну, ладно, с этим разобрались. В принципе, это не надо. Ехать до Москвы 3 с небольшим часом. Поэтому спать мы, в принципе, и не собирались. Ну, приляжем. Потому что мы прошли где-то километров 10-15. Это точно. И очень устали. Да. Поэтому надо лечь и отдохнуть. Если есть такая возможность. Ну, до конца туда щелкнули. Ну, вот так вот. В основном. Вот как-то так. Да. Да. Конечно, по сравнению с люксом, который идет, курсирует Москва-Адлер. Сюжет вы можете посмотреть в наших плейлистах. Конечно, тесноватенько. Там-то все-таки как-то было пошикарнее. Ну, с учетом, что коротких расстояний, в принципе, тоже больше ничего. Ну, не знаю. Люди, которые ездят в Берлин, там не очень короткое расстояние. Там ехать пару суток. Все равно нормально. Ну, это европейский стандарт. Также здесь вот есть розетки на 220. Так, а вот это что-то? Это регулировка звука. Туда наушники вставляются. А, все, наушники. Переключать каналы. Наушники тоже лежат. Это все-таки телевизор, но вроде нам телевизор не обещали. Кстати, главное, очень хорошая цена. Магнитная карта. Да, есть карточка. Магнитная карта. Да, то есть можно спокойно уходить. Не беспокоясь о сохранности вещи. Важный момент. Здесь также есть кнопка вызов проводника. Ну, куда же мы снимем. Надеемся, нам она в этот раз не пригодится. Да. Вот такой вот обзор нашего вагона. Вроде нас должны накормить. И посмотрим. Дальше ляжем и будем валяться до Москвы. Так, мы развожили верхнюю полку. Я решил немножко полежать. Очень устал. Но, оказывается, Света говорит, что внизу ей сидеть неудобно. Полка почти упирается. Нет, я-то еще как-то помещаюсь. Но был бы человек повыше, он чуть-чуть повыше, уже все, башкой упирается. И все равно вот это, конечно, прямо вот над головой нависание, что-то как-то она не продумана. То есть надо разбирать нижнюю полку и ложиться тоже. И нечего сидеть. Да. Свет в туалете, как я понимаю, автоматически включается. Или он просто тут все время горит. Непонятно. Ну все, мы ждем, что нам придет проводник и нам скажет. Вот в таком путеводителе есть описание, как войти в Wi-Fi. Потом выяснили, что это все-таки телевизор. Он включается уже автоматически после того, как начинается движение. Тут программа зашита, пока неохота лазить смотреть. Едем со скоростью 180 км в час. Будет одна остановка во Владимире. Дальше. 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 Даже не успеваешь прочитать название станции, как хорошо летит. Мы пошли ужинать. В конце вагона есть кулер с горячей холодной водой. Есть одноразовые стаканчики. Дальше. Очень удобно. Дальше. 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 Вот есть информационное табло. Сейчас оно покажет, с какой скоростью мы едем. Дальше. Дальше. Вот скорость до 32 км в час. Мы должны пройти в шестой вагон. Дальше. Да. Тут интересно. Пятый? Да. Пятый или шестой? Мы прошли. Вот такие вот столики. Выдают меню, выбираешь с первой по пятой, но тебе говорят, четвертого нет, пятого нет. Выбираешь из того, что уже осталось. Нам еще дали две бутылочки воды, значит, нам принесут покушать. И плюс мы заказали чай зеленый. Вот будем ждать, что нам сейчас принесут. Итак, вот нам принесли вот такое вот питание. Это вот третий номер. Тут курица. Ну, тут же вог, можно сказать. Тут помидорка сыр, хлебушек, губочка. И пироженка какая-то в чаю. Так, смотрим. Упакован на 15 или 16. 40 ранений, 72 часа. Можно сказать, что свежая. А ну, включай заказать, посетить, и плюс губочек. Здесь вот рыба. Ну, вообще я не поняла. Повощь, это какие-то рулетики, а это в городах какие-то рулетики и пироженка. А также пироженка. Да, и плюс губочек. Ну, приятного нам аппетита. Ну, если так посмотреть, то рацион питания, который был у нас в вагоне люкс, когда мы ехали из Лазаревского в Москву, конечно, там было побогаче, скажем так. Здесь такой среднеевропейский, наверное. Перезависит от того, что ехать только 3,5 часа, и человеку достаточно будет вот этого всего съесть. И так, как мы уже обещали, что вот с этой хренью мы разберемся в процессе знакомства с вагоном. Я поняла, что это такое. Когда я залезла, я в первом деле посмотрела, что здесь нет этого ограничителя. Естественно, страшно. Я уже настолько привыкла, что залезаешь на вторую полку, там этот вот этот ограничитель, и ты спокойно спишь, и уже знаешь, что... Не упадешь, вот. Вот это он самый и есть. Кстати, что-то в отверстии не совпадают. Ну, неважно. Ну, засунг, засунг, засунг. На первой полке, кстати, тоже такая же, что она есть. Но она сюда должна оставиться. Понятно. Разбираться особо не будем. Не вставляется, не вставляется. Не, ну она держится. Можно, конечно, проводника вызвать и узнать, почему так. Ну, ладно. В общем, все нормально. У кого кривые ручки хорошо. Потому что, да, если бы она тут стояла, залезать неудобно. Значит, второе. По поводу стоимости. Подписчики, гости каналов, естественно, все очень интересуются, сколько стоит вагон. Сразу, чтобы нам это не писали, не спрашивали. Купе? Вагон. Ну, купе. Ну, ты же в купе едешь. Не вагоне целый, что выкупила. Ну, выкупил, купе. Значит, купе сколько стоит купе в итоге? Вот, сколько стоит купе. Цена здесь не фиксированная. Это зависит, ну, от времени года, наверное. День недели обязательно. И дата покупки. Если покупаешь за 90 дней, как положено, она дешевле. Если непосредственно перед отъездом или там за сколько-то дней, цена постепенно вырастает. Поэтому знакомьтесь с ценами на РЖД. И по поводу, значит, еды. Ну, не знаю, мне понравилось, в принципе. Да я рыбу заказала, так скептически. Думала, что тут за рыбу будет. Нормально. Там видно филе какое-то, даже косточек не было. К примеру, такое даже. Ну, нежное, наверное. Да не нежное. Не нежное. Да перченое. Перченое. Мне какие-то там специи понапихали. Поэтому даже вот это я удивилась. В общем, нормально все. Чай холодный был, правда. А как пирожное вкусное попалось? Что за пирожное было? У меня картошка. Вот. А у тебя чего? Корзиночка. Корзиночка была маленькая. Но у меня был, как он называется, вок, макароны, курица и овощи. Но так как мы уже сегодня такое ели, поэтому я курицу съел. Курица такая нежная, да, живется хорошо. Там, правда, макароны, соуса не было никакого. Как раз мне это понравилось, потому что... Не было. Может он какой-то и был, но по крайней мере, который вок я ел в обед, попросил кисло-сладкий, но он почему-то был перченый. И после этого мне стало хотеться пить много воды. Нет, с учетом, что мы, да, еще очень много бегали, периодически очень жарко было. Да, и он как-то застрял, вот эта перченность. Жажда нас одолевала. Вот здесь вот как раз вот этого перченности не было, такое все было замечательное. Также были там вот сыр, сыр, ну, сыр, ну, везде сыр, скажу. Несколько видов, кстати, у тебя было сыра. Да, несколько видов было сыра. Плюс там была помидорка маленькая. Ну, короче, набор овощей. Да. Маслинки. Маслинка, да. А у меня, кстати, очень интересные были блинчики с творогом. Творог такой, с чесночком. Так вот необычный. Ну, понравилось. Вот только одно есть замечание. Когда мы попросили обед, они приняли наш заказ и ушли. И потом принесли сразу чай и заказ с едой. И пока мы ждали, поели, ну, свои продукты, чай остыл и получился уже холодный. Вот если бы они приносили хотя бы попозже бы горяченького, чтобы попить лимончиком. Подожди, минуту. Ну, ты вообще запросы, конечно, такие. Ты когда в столовую приходишь, ты что, потом идёшь, чай себе берёшь? Ну, в столовую-то можешь прийти и потом взять. Можешь, но однако же берёшь сразу всё. Ну, всё-таки это же мы едем в каком вагоне? Значит, обслуживание должно быть чуточку, чуточку хотя бы чай приносить горячий. Кстати говоря, когда мы ехали в Люкси, Москва, Адлер, вообще чай не приносили. Ну, нам принесли зато воду и соки разные. А чай уже, да, чай уже у проводника. Можно было и кофе заказать, и чай. Там приносят на чашечки, с тарелочки, и причём горячий, а не холодный. Ну, это вот такое небольшое замечание только. Даже не замечание. А, нифиг. Знаешь, если тебе ещё и чай горячий принесут, ты будешь сидеть 3 часа. А у них через полтора часа пойдут все остальные пассажиры. Ну, если чай принесут горячий, я хоть попью, вот люблю, чтобы чай был горячий, а не холодный. А когда я выпью холодный чай, мне потом заново хочется чая, уже горячего. Ты вот купил себе чай, который обжигается, ты его сидел и студил, потому что ты его не можешь пить. Да, я купил чай, потому что тут прям чайник закипел, залили кипяток туда. Ну, естественно, кипяток же пить нельзя, это вредно. Хотя бы чуть-чуть, чтобы он был горячий, но не холодный. Я определился, мне нужен не кипяток, но и не холодный чай. Чтобы он был горячий. Горячего чая попил, он проникает внутрь и создает там ауру определенную. Ох, как у тебя! Да, особенно зеленый, расслабляет. Да, и куда расслабляться тебе еще на дом? Давление понижает, особенно когда побегаешь 10 километров ногами. Да, конечно. Ну, кстати, у меня что-то вроде уже ноги отошли. Ну, у меня даже вот полежал, вроде немножко так отходит. Можно еще полежать, надо. Нет, конечно. Если бы мы сидели бы, было бы, конечно... Да, вот мы когда Абхазию ездили на день-день, мы уже в конце сидели там, отдыхали понемножку. А здесь у нас получилось бегом-бегом-бегом, потому что хочется все посмотреть. И показать нашим подписчикам, и не только подписчикам. И, конечно, город большой, разве что, все за один? Да, за один день, но вот так, что успели мы. Самые интересные, так сказать, места Нижнего Новгорода мы вроде сняли. С маленьким происшествием. Ну, надеемся, что это происшествие устранится. Да, время покажет. Поживем, увидим. Ну, вот такая вот. Так, как раз поели, время уже 8 часов, то есть нам 2,5 часа. Да, как раз 2,5 часа можно полежать, расслабиться, отдохнуть. Ах, красота такая, все, уходи. Все, меня уже выгоняются. Вот так вот.